Здравствуйте! В эфире программа «Адвокатская контора». Меня зовут Ольга Спахова, и мы начинаем. Аренда и арендодатель. Как оформляются арендные отношения между юридическими лицами? Что можно и что нельзя делать с арендованными помещениями? На эти и другие вопросы нам ответят адвокаты Феликс Велиев и Альберт Еремеев. Альберт, скажите, кто может сдавать в аренду и какое имущество может быть сдано в аренду? Ну, я хотел бы ответить сначала на вторую часть вашего вопроса. Какое имущество может быть сдано в аренду? Мы сегодня говорим про имущество, которое имеет право сдавать в аренду юридическое лицо. Круг этого имущества достаточно обширен. Это и финансовая аренда, это аренда каких-то недвижимых вещей. Но сегодня мы, наверное, проговорим все-таки узко специализированный вопрос. Это аренда недвижимого имущества. И возвращаясь к тому, кто может сдавать в аренду, мы хотели бы сформулировать это так. Сдавать имущество в аренду может только собственник или владелец, которому предоставлены все права собственника этого имущества. Это важно именно с формальной точки зрения. Важно, чтобы человек по документам обладал правом собственности на это имущество. К сожалению, бывают такие ситуации, когда арендаторы попадают на уловки мошенников. Как можно проверить арендатору, действительно ли арендодатель владеет этим имуществом? Прежде всего, арендатору нужно проверить, владеет ли имуществом арендодатель с формальной точки зрения. Это, опять же, право собственности. А право собственности у нас регистрируется. Регистрируется это право в едином реестре прав, сокращенная аббревиатура ЕГРП. Первое. Лицо-арендатору, пожелавшему заключить договор аренды, надо начинать именно с этого. Надо обратиться в Росреестр и попросить выписку на это имущество. И из выписки будет ясно, обладает ли арендодатель правом собственности на это имущество. Не мешает в то же время обратиться в налоговую инспекцию и посмотреть, вообще осуществует ли вообще такой арендодатель юридическое лицо. Тоже попросить выписку из реестра юридических лиц и посмотреть, кто значится, кто учредитель. Имеет ли право заключать договор аренды лицо, которое работает с вами. Генеральный директор, который в установленном порядке распоряжением этого юридического лица назначен руководить и исполнять руководящие функции, имеет право действовать без доверенности и с ним можно заключать договор. Или же заключать договор по доверенности, выданный от этого генерального директора другому какому-то лицу. Эти все моменты очень важны и начинать свои арендные отношения нужно с проверки. А как оформляются арендные отношения? Значит, законодатель специально предусмотрел формы взаимоотношений арендодателя-арендатора. Ну, в первую очередь составляется договор аренды. И если в других ситуациях, допустим, договор купли-продажи, там договор подряда, можно обойтись обменом письмами, это считается уже заключенным договором, то в случае аренды недвижимости требуется для договора единый документ с надписью «Договор». Это первое. Второе. Ну, то, что договор должен быть в письменной форме, это ясно. Значит, этот договор обязательно должен быть зарегистрирован, как говорится, в рекпалате, если он заключен на срок более года. Вот такие вот требования к договору аренды. Что касается специальных видов договоров недвижимости, в частности, есть такое понятие аренда предприятия. Это не просто, когда арендодатель арендует какое-то помещение, он арендует завод, фабрику, то есть производственные мощности. И в этом случае договор аренды предприятия регистрируется в рекпалате в любом случае, вне зависимости от срока аренды. Это вот такие общие условия. А как помещение передается новому арендатору? Новому арендатору помещение передается и фактически, и формально. Формальная передача — это составление обоюдного акта передачи имущества. Две стороны встречаются. Вот помещение, вот листок бумаги. И в этом листке бумаги стороны пишут о том, что помещение передается в таком-то состоянии, и помещение, соответственно, принимается в таком-то состоянии. Претензий друг к другу у сторон нет. Все нормально. Это формальная часть передачи. Ну и неформальная часть передачи этого помещения — это визуальный осмотр, естественное изучение всех нюансов этого помещения, чтобы это помещение было пригодным к использованию для своих целей и нужд, чтобы не было заключенного зря договора аренды и возникновения каких-то обязательств, которые потом, в общем-то, не будут нужны. А скажите, вот прям, может быть, если по пунктам, что можно и что нельзя делать с арендованными помещениями? Прежде всего, арендованное помещение нужно использовать только в связи с его предназначением. То есть, если это офисное помещение, то в нем можно разместить только офис. В нем нельзя выпускать пластиковые бутылки, нельзя проживать, нельзя размещать ветеринарную клинику, для создания которой необходимы специальные какие-то условия. Есть разрешенные условия в соответствии с договоренностью и размещаемся и действуем в этом помещении. Еще немаловажный круг обстоятельств пользования помещением – это производство улучшений помещения. Естественно, вселяясь, въезжая в помещение, предприятие, юридическое лицо хочет сделать его под себя, организовать какие-то подсобные помещения, разделить как-то, ну, может быть, какое-то оборудование установить. И здесь в договоре аренды нужно предусмотреть возможность арендатора организовывать какие-то перепланировки. При планировке отделимые улучшения, либо неотделимые улучшения, необходимо тут же в договоре определить, когда будут компенсированы произведенные неотделимые улучшения, либо они не будут компенсированы вовсе. То есть это все надо определять в договоре. Тем не менее, арендатор имеет право производить улучшения по закону, ну, опять же, с предварительного разрешения арендодателя. А вот такая ситуация. К примеру, арендатор пользуется помещением, но не платит. Что в этом случае делать арендодателю? Ну, такая ситуация, к великому сожалению для арендодателя, случается сплошь и рядом. Российское законодательство не предусматривает одностороннего расторжения договора аренды, даже в случае неуплаты арендной платы. Договор может быть расторгнут. Ну, в таком случае, конечно, расторгать договор, если они платят договор. Аренды может быть расторгнут либо по соглашению сторон, либо в судебном порядке. И вот этот случай, что вы спросили, когда арендатор не платит, он четко прописан в законе. Статья 619, часть 1, пункт 3. Если арендатор более двух раз не платит арендную плату, то это основание для расторжения договора в судебном порядке. Но, вы знаете, арендодателю от этого не легче, деньги не заплачены. Какие в данном случае гарантии, что ли? Самая эффективная гарантия в договоре аренды, это прописать в договоре аренде неустойку. То есть, в случае невыполнения арендатором своих обязательств, он должен не только эти обязательства выполнить, но и заплатить определенную сумму, оговоренную договором. Вот это тоже прописано в законе. То есть, мало того, что он должен оплатить всю ту сумму, которую он не оплатил вовремя, он должен еще ту сумму, которая оговорена в законе, ну, так сказать, штрафные санкции за неисполнение своих обязательств. А как прекращаются договорные отношения? Договорные отношения, как я уже говорил, прекращаются либо по истечении срока договора аренды, либо по соглашению сторон, вот они договорились, что да, мы досрочно расторгаем договор, либо по инициативе одной из сторон только в судебном порядке. А по инициативе одной из сторон эти случаи четко прописаны в законе. В основном это невыполнение условий договора, неуплата, ну, это все прописано, и если что-либо арендодатель или арендатор не выполняет, то другая сторона может обратиться в суд с требованием о расторжении договора. Вот такие вот случаи расторжения договора аренды. Так а что же все-таки делать с решением расторжения договора аренды? Имеется, наверное, в виду решение арбитражного суда, я так понимаю. Ну, прежде чем будет решение арбитражного суда, нужно сформулировать, что мы хотим от арбитражного суда. Я полагаю, что нужно обращаться в суд с просьбой, с требованием не просто расторжения договора аренды, но еще предвосхитить какие-то моменты, которые связаны с исполнением этого решения. То есть расторгнуть договор, выселить из помещения, ну, и взыскать недоимки по платежам, если есть договорная неустойка, еще и неустойку по договору, чтобы был комплекс мероприятий, которые можно было бы решать после вступления в силу решения суда. С этим решением нужно обратиться в службу судебных приставов исполнителей. Судебные приставы исполнителя исполняют это решение. Вплоть до того, что физически выселяют из помещения арендатора, описывают имущество, помещают на хранение либо арендодателю, либо в специальные существующие, отведенные для этого места. То есть существуют технологии исполнения решений. Это судебный пристав прежде всего. С вами была программа «Адвокатская контора». До новых встреч! И помните, что закон един для всех! Субтитры создавал DimaTorzok